Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре будет создана антикризисная комиссия по дегазификации. Такое решение принял глава региона Вячеслав Федорищев. С чем оно связано? Они производят ракеты-носители «Восток-М» «Молния Союз». Завод ЦСКБ «Прогресс» сегодня отмечает 65-летний юбилей. Каждое обращение жителей города к врио-губернатору в соцсетях будет услышано. Сегодня обсудили проблемы жителей Самарского района. Президент Владимир Путин подписал указ об изменении состава Госсовета. Его включили главу Самарской области Вячеслава Федорищева. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Помимо этого, глава региона в Государственном совете России станет руководителем комиссии по направлению промышленность. Глава региона встретился с личным составом рекуправления Росгвардии, участниками СВО. Бойцы прибыли в отпуск из новых регионов. Вячеслав Федорищев поблагодарил их за работу, которую они проводили в зоне боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. От имени регионального правительства вручил медали за доблесть и отвагу и за отличие в охране общественного порядка героям сводного отряда Росгвардии. На награждение присутствовал начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Панков. Помимо этого, от правительства Самарской области ведомством передали специальное оборудование, которое будет помогать эффективному решению задач. После торжественной части Вячеслав Федорищев ознакомился с инфраструктурой Самарского управления Росгвардии. Представители управления обратились к руководителю области с просьбой оказать помощь в модернизации материально-технической базы. Глава региона заверил, что поддержка будет оказана. Глава региона Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по выполнению программы дегазификации. В этом году планируют дегазифицировать 9,5 тысяч домовладений. При этом 1134 договора просрочили. Всего заявок от жителей губернии свыше 28 тысяч. Руководитель области потребовал принять срочные меры для исправления ситуации. Он подчеркнул, что необходимы конкретные предложения по сокращению числа просрочек. В антикризисную комиссию, которую возглавит председатель правительства региона, войдут также представители газоснабжающих организаций, прокуратуры и антимонопольной службы. В правительстве региона прошла защита проектов городов-губернии по программе обучения команд, управляющих проектами развития городов с высоким туристическим потенциалом, индустрии гостеприимства как драйвер городского и регионального развития. Главный управляющий партнер по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ РФ Ирина Макеева рассказала, договоренность о проведении защиты проектов была достигнута во время встречи с Вячеславом Федорищевым на Петербургском экономическом форуме. Глава региона отметил, в представленной к защите заявке Самары не хватило системных решений, которые повысят узнаваемость областной столицы и региона в целом. Сейчас узнаваемость Самарской области как место, куда можно приехать отдохнуть, очень низкая, и нужно наладить системную работу по ее продвижению. Грядущее перекрытие трамвайной линии на пересечении улиц Антона Вовсеенко и Ивана Булкина обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии на совещании под руководством Александра Андреянова. Чтобы снизить неудобства для населения, перекладку и модернизацию теплосети, находящейся под дорогой, планируют начать в конце рабочей недели в пятницу 26 июля. Потребуется временно изменить схему движения всего общественного транспорта, проходящего по этому участку. А в качестве альтернативы трамваем запустят бесплатные автобусы. Подробную информацию о том, как будет организовано движение, в администрации Самары разместят дополнительно. В ближайшее время профильные службы приступят к ликвидации ямы, других дефектов покрытия на путях объезда. Также в городе ведется устранение просадок дорожного покрытия, а в разных районах города восстановление благоустройства после вскрытий. Наращивание темпов таких работ в числе приоритетных задач. Помимо этого, в сфере ЖКХ и благоустройства продолжается отработка обращений поступивших от горожан, в том числе через социальные сети. Насколько законна перепланировка жилой квартиры и хозяйственного помещения в их здании, хотят выяснить жители дома 128 по улице Алексея Толстого. Через общественную приемную они обратились к врию губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву. На месте разобраться в вопросе возможного размещения хостела или съемных квартир в здании приехал глава Самарского района. Подробности в нашем сюжете. Жители дома номер 128 по улице Алексея Толстого, которые обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, беспокоятся за судьбу своего здания, а также за новое возможное соседство с хостелом. Они рассказали, что владельцы помещения на первом этаже несколько лет назад выкопали дополнительное место в подвале, что привело к ослаблению фундамента. Затем это помещение вместе с соседней квартирой и доступом в подвал, который к тому же стал отапливаться, приобрел новый собственник. Жители увидели масштабные ремонтные работы и забили тревогу. Они хотели выяснить, насколько законна перепланировка помещения и как она отразится на жизни дома. Было заявление подано на перевод, скажем, не жилого помещения в жилое. Для того, чтобы его использовать в качестве жилого помещения, необходимо было произвести перестройство и перепланировку. Для этого как раз-таки собственник подготовил проект у специализированной организации, на который он нам подал. Чтобы обсудить ситуацию на месте, глава Самарского района встретился с жильцами дома и новым собственником помещения. Они прошли в квартиру, чтобы проверить, какие работы там выполняют, и соответствуют ли они заявленному проекту. Здесь они увидели шесть разных комнат, а также вход в подвал, который оказался закрыт стройматериалами. Мы действительно видим ту или иную проблему, и когда обе стороны присутствуют на встрече, гораздо проще найти какой-то компромисс для решения любой задачи. Собственник заверил, что предпринимательской деятельностью не планирует заниматься, и ремонт выполняет исключительно для своей семьи. Но представители администрации в дальнейшем продолжат следить за ситуацией и за целями использования помещения после ремонта. Также вместе с жителями будет выбрана компания, которая произведет обследование подвала, чтобы выяснить, есть ли опасные повреждения, и можно ли отключить отопление в подвале без ущерба для жителей дома. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Командный дух и боевой настрой работники администрации Ленинского района собрались на стратегическую сессию развития команд региона. Участники анализировали текущую ситуацию в районе, определяли целевую аудиторию, искали возможные решения для существующих проблем. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Около 15 участников собрались в конференц-зале администрации Ленинского района, чтобы укрепить свои силы в командных решениях. Обучение сотрудников проходит не первый год, но работать в команде они пробуют впервые. Задача – научиться эффективно взаимодействовать и выработать интересные проекты для жителей района. Впервые получается собрать большинство работников администрации для участия в этом замечательном проекте. И в условиях меняющихся условий в современном мире, в сфере экономики, разных процессов, которые происходят, очень важно, чтобы сотрудники администрации, муниципальные служащие соответствовали этим переменам. Программа развития команд региона включает в себя комплекс теоретических и практических занятий. Они направлены на командообразование, обучение проектному управлению и дизайн-мышлению. В результате формируется группа профессионалов, готовых работать в условиях неопределенности и оперативно вносить изменения в текущую стратегию. Когда ты развиваешься индивидуально, ты смотришь на свой прогресс, знаешь свою точку А и точку Б. Когда ты работаешь в команде, ты можешь на себя посмотреть со стороны и сравнить себя с другими. Ну и плюс, как мы знаем, что одна голова хорошо, две лучше. И в команде рождаются новые идеи, какие-то новые инновационные проекты. И мы совместно с командой стараемся поддерживать эти проекты. Организация «Таволга» работает в регионе три года. Ее сотрудники помогают повысить эффективность государственных и муниципальных служащих. На обучение приглашают спикеров из разных субъектов Российской Федерации. Августина Охременко, Константин Головин. События. Сохраняют традиции и продолжают покорять космическое пространство. Центральное специализированное конструкторское бюро отмечает юбилей. В Самаре в честь этого события прошло торжественное мероприятие. Гостями стали ветераны космонавтики, руководители РКЦ «Прогресс» и молодежь. Слово Полине Челяковой. Михаил Шум – ветеран космонавтики. Проработал на РКЦ «Прогресс» 50 лет. В год, когда Михаил закончил Куйбышевский авиационный институт и пришел на производство, на заводе появилось новое направление – изготовление ракет. Мужчина рассказывает, работал под началом Королева. Вместе с другими молодыми инженерами изучал ракеты, которые сконструировал легендарный ученый, чтобы потом изготавливать их на «Прогрессе». Встречался и с отечественными космонавтами, в том числе и с первым человеком, который покорил космическое пространство – Юрием Гагариным. Мы знали, что со второй площадки, которая потом получила название «Гагаринский старт», готовится полет человека. И когда Гагарин полетел, мы вышли, мы имели по громкой связи все команды, мы вышли из МИКа и смотрели, потому что ракета летит прямо на нас, в сторону 31-й площадки. И казалось, что она буквально над нами. Ракетно-космический центр «Прогресс» образовался при слиянии двух предприятий – завода «Прогресс» и Центрального специализированного конструкторского бюро. ЦСКБ занималось разработкой, а завод – изготовлением ракет. Сейчас предприятие функционирует в едином режиме. За 65 лет работы бюро было разработано и изготовлено огромное количество как ракетоносителей, так и космических аппаратов. Поменялось естественным образом несколько поколений, потому что 65 лет – это серьезный срок для человека. Сейчас мы стараемся сохранить все эти знания, которые приобрели предыдущие поколения, и развивать, и продвигать их в современных условиях. Встречу организовали сотрудники музея «Самара космическая». Музея бы не было, если бы не те славные дела, которые начали 65 лет назад. Это же Дмитриевич Козлов, который приехал в наш город, и он уже сколотил эту команду. И вот сегодня мы слышали, какой задел получила страна в результате. И я думаю, что до сих пор плоды вот этого задела мы пожинаем. На память о юбилее почетные гости подписали плакат для фондов музеев «Самара космическая» и «РКЦ «Прогресс». Для всех желающих провели экскурсию. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События. В Самарской области созданы все условия для привлечения инвесторов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев в одном из своих интервью. Наши корреспонденты узнали, в какие сферы нужно инвестировать, по мнению жителей Самары. Здравоохранение в первую очередь, потому что в первую очередь это здоровье человека. На мой взгляд, в первую очередь, в образовании детей, посмотреть в школе, что происходит. Так как я молодая мама, и у меня двое детей, больше бы хотелось благоустроить дворы, потому что очень мало детских площадок. Конечно, их стали делать, но все равно очень много старого фонда, либо в некоторых дворах ее нет. И поэтому возникают трудности с прогулкой с детьми. В первую очередь, наверное, конечно, дорогу строения. В образовании и развитии каких-то муниципальных больше серб, так как у меня сын сейчас в садик ходит, то есть больше в садики. Я думаю, здравоохранение. За спортивные, должны быть бесплатные спортивные секции. Туризм именно, это в том числе туризм и для жителей Самарской губернии, в том числе и для туристов. Поддержка на старте региональные центры «Мой бизнес» оказывает помощь предпринимателям в развитии своего дела. Какими услугами могут воспользоваться самозанятые и индивидуальные предприниматели, узнала Полина Челякова. Жительница Самары Владислава Власова открыла студию стилей и дизайна для девочек полтора года назад, когда ждала ребенка. Работала в легком режиме. Когда у Владиславы родилась дочь, она поняла, что хочет более плотно заняться развитием своего дела. Для этого женщина обратилась в региональный центр «Мой бизнес». Мы шьем изделия, которые можно применить в жизни. То есть это шоперы, резинки, косметички. Такое, не одежда изначально. То есть это базовый курс, у нас не одежда, а такое, что можно быстро сшить, сразу получить результат, порадоваться. Центры «Мой бизнес» оказывают государственную поддержку малому и среднему бизнесу, предоставляют помощь в создании и развитии дела. В удобном формате предприниматель может получить консультацию, обратиться за льготным финансированием. Владислава, например, занялась развитием своего бренда в соцсетях. Вместе с дизайнерами разработала новый логотип, оформила странички студии в интернете. Я такой творец, мне нравится, вот я шью, мы там с девчонками приходим. А вот это все, допустим, я не умею. И классно, что есть такая программа, куда-то можешь обратиться. Я же все, ну, сама, без какой-то поддержки. То есть там на свои деньги купила машинки швейные. И, конечно, работать с дизайнером на фотосессии, ну, немного для меня это затратно. Вот, тем более данный момент, когда у меня маленький ребенок. А тут есть классная программа, где тебе все показывают, все рассказывают. Сейчас у Владиславы в планах расширить свою студию, чтобы приглашать туда спикеров, делать коллаборации. Поэтому она планирует принять участие в федеральной грантовой программе «Мама-предприниматель», которая также проходит на базе региональных центров «Мой бизнес». Программа создана для женщин-предпринимателей и стартует в сентябре. Полина Челюкова, Игорь Казановский. События. Далее, коротко о других событиях этого дня. Для желающих заключить контракт на военную службу в инкоматах могут провести мероприятия по отбору за один день, в том числе и организовать прохождение медицинской комиссии. При отборе уровень образования особого значения не имеет. Его могут учесть при выборе кандидатом военной специальности. Например, если физическая подготовка не позволяет выполнять боевые задачи, могут предложить гражданские специальности в части плавого и технического обеспечения, в числе обязанностей, подвоз или ремонт техники, эвакуация боеприпасов, организация горячего питания, банно-прачечное обслуживание. Что касается состояния здоровья, то для службы по контракту рассматривают граждан с категорией годности А, В и В. С 1 августа для рабочих пенсионеров пересчитают пенсии, а Социальный фонд Российской Федерации увеличит накопленные коэффициенты до 3 единиц. При пересмотре учтут трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Также новое общее количество пенсионных коэффициентов умножат на текущий. Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию. В Самаре теплоход «Валдай» столкнулся с катером в акватории Волги рядом с островом Зелененький. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В результате происшествия 34-летний судоводитель и четверо пассажиров катера получили травмы. По факту столкновения возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном. Если эти деяния повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления. Оказание помощи тем, кто без нее не проживет. В Самарском областном онкологическом диспансере и других медицинских учреждениях региона открыты кабинеты для пациентов со статусом «палеотивный». Какую поддержку оказывают неизлечимо больным и сколько подразделений работает в регионе, узнали наши корреспонденты. Поддержать, когда опускаются руки и подставить надежное плечо. Врачи, медсестры и психологи отделения палеотивной помощи умеют это, как никто другой. Палеотивными признаются пациенты, которым не показана специализированная помощь, то есть люди, которых излечить невозможно. В первую очередь с таким больным оказывают симптоматическую терапию. Ее основная задача – снизить боль. Также врачи применяют и медикаментозную терапию. Препараты снижают тошноту и психологическое напряжение. На самом деле именно важна вот эта вот поддержка со стороны медицинских работников, со стороны психологов, чтобы облегчить их состояние в те последние промежутки времени, которые остаются. Сегодня в регионе 70 подразделений палеотивной службы. Большинство пациентов – онкобольные. Остальные – люди с заболеваниями неврологического и кардиологического характера, пациенты с ВИЧ-инфекцией и с последствиями туберкулеза. По словам заведующей выездной патронажной палеотивной медицинской помощи Эльмира Акамовой, палеотив – это не только медицинское сопровождение пациента, это постоянная борьба. Те пациенты, которые уже имеют ограниченные ресурсы специализированного лечения, но не забываем, что специализированное лечение бывает и палеотивное. То есть пациенты могут получать хирургическое лечение, какую-то учевую терапию, химиотерапию, в том числе и будучи в палеотивном статусе. Несмотря на прогрессию, несмотря на то, что есть поражение каких-то других иных органов, они могут в дальнейшем еще бороться. Важную роль для пациента со статусом палеотивной играет психологическая помощь. Медики оказывают ее и родственникам заболевших. В зависимости от того, в каком состоянии находится пациент, какая у него семейная ситуация, врачи подбирают разные методы работы. Это может быть только психологическое сопровождение или работа психолога и психотерапевта в комплексе. Я считаю, что психологическая поддержка нужна абсолютно на всех этапах лечения, в каком бы состоянии эмоционально, в каком бы состоянии физическом пациент не находился. Это очень важный блок, который влияет в целом на прохождение лечения, на самочувствие, на настроение, климат в семье и так далее. Сейчас в областном онкологическом диспансере работают как врачебные, так и фельдшерские бригады. Открыт кабинет палеотивной помощи для пациентов, которых доставляют в диспансер. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. С любовью к жизни выставка картин курортной открылась в Доме журналиста. Самарская художница Наталья Шепелева предоставила более 30 работ, написанных после поездок в разные уголки мира. Наша съемочная группа побывала на открытии. Акрил, кисти и живописное место. Все, что нужно самарской художнице Наталье Шепелевой для создания картин. Летом прошлого года Наталья провела свой отпуск в Черногории и Сербии, где подсмотрела моменты жизни жителей, которые нашли отражение на ее полотнах. Весной посетила Кисловодск, откуда также вернулась новой серией работ. Все они стали основой выставки Натальи Шепелевой под названием «Курортная». Автор рассказывает, изюминка вернисажа считает картину под названием «Вечер на курортном бульваре». Это полотно особенно ярко отражает атмосферу отдыха. Мне удалось воспроизвести вот это состояние курортное, когда вечернее солнце, кафе, тепло, где цветы, люди совершенно беззаботно гуляющие. Вот какое-то такое состояние. Мне кажется, удалось. Работы художницы выполнены акрилом. Этот материал быстро сохнет, а перевозить полотна можно, не переживая за сохранность краски. Некоторые картины были по возвращении доработаны в мастерской. В своих работах Наталья запечатлела не только живописные пейзажи, но и портреты людей, шедевры архитектуры. Но настоящий фурор среди посетителей произвел вот этот масштабный портрет петуха. Видите, что это где-то стилизация лучи, Белграда и вот этот петух. Меня, конечно, очень поражает, что именно в этой выставке, что все картины создавались во время отдыха. И я думаю, какой же это был отдых. Это была большая, колоссальная работа. Ну и, как всегда, столько света, лучистости, позитива. Ее картин исходит столько добра, любви и света. Вот такое может создавать только очень любящая женщина. Выставку могут увидеть все желающие. Вход свободный. Августина Охременко, Константин Головин. События. Штанга, гантели, силовые тренажеры. На площади Куйбышева проходит бесплатная тренировка в рамках спортивной акции «Самара в движении». Подробности в следующем сюжете. Житель Самары Артем Савин на тренировку попал случайно. Он пришел прогуляться по площади Куйбышева и увидел группу людей, активно поднимающих штангу. Недолго думая, решил присоединиться. Артем раз в неделю тренируется в спортзале. Теперь решил посещать и занятия на свежем воздухе. Говорит, удивительно и отрадно, что так много молодежи приобщается к спорту. Силовым нагрузкой будем заниматься. Будем импровизировать. Я думаю, если еще будут такие подобные площадки по городу, это путь к успеху. Все лето в городе на четырех площадках, в парках имени Юрия Гагарина и 50-летие октября, на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска проходит акция «Самара в движении». Артем Лунов участвует в ней с прошлого года. Вот и этим летом не устоял перед искушением. Хожу сюда часто. Я тут живу рядом. Здесь все классно. Ее можно регулярно сделать себе вместо зала. Потому что сейчас лето, жарко, и в зале же потеешь, тяжело. А тут на улице с ветерком и висать как раз хорош. И даже, по-моему, актерский мешок здесь. Для счастья. Ну, что еще надо? Тренировки проходят под руководством профессиональных тренеров из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Я консультирую, тренирую, даю какие-то подсказки, упражнения. В первую очередь расминку все выполняют. Потом уже какие-то веса. Если я вижу, что человек не готов поднять вес, я ему не разрешаю этот вес брать. Каждый желающий, независимо от возраста и уровня физической подготовки, может присоединиться к ежедневным занятиям, которые проводятся с пяти до девяти вечера. Организатор акции «Самара в движении» – департамент физической культуры и спорта администрации «Самары». Занятия будут проходить до конца лета. Августина Охременко, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в «Самаре» продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведут департамент опеки в понедельник и среду с 9 утра до 5 вечера по адресу улицы Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. Ярмарка коопераций крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса состоится на площадке регионального центра «Мой бизнес», сообщает телеграм-канал администрации Октябрьского района «Самары». Участники событий смогут презентовать свои товары и услуги, узнать о потребностях промышленного гиганта и воспользоваться возможностью стать поставщиком компании. Ярмарка пройдет 24 июля в 15.00. Лето – период повышенного внимания к безопасности детей, напоминает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Мы по привычке открываем окно и забываем о том, что оно представляет опасность для ребенка. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Уберите от окон стулья и другую мебель, которая облегчит ребенку доступ к высокому подоконнику. Открывайте окна при детях только в режиме проветривания. Помните, что антимоскитная сетка – иллюзия безопасности. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова